Приветствую вас и аппетитон совершенно определённо чувствуется влияние смерти вашего мужа на данную ситуацию. Вы правильно сделали, что обратились к психологу, вы молодец, большая, что сделали это, но видите ли, ситуация заключается в том, что нужно прорабатывать травму, которая у вас образовалась в связи с потерей мужа, вам её необходимо проработать, вам её необходимо вылечить, вам от неё нужно избавиться, она сейчас очень сильно мешает эта травма. И именно по этой причине, по причине того, что вы не пережили видимо должным образом смерть своего мужа, у вас остались невыраженные переживания. Вот. Значит, что я могу сказать? Ну, во-первых, значит, то, что... Что значил для вас ваш муж? Какое у него было значение для вас? Как вы отнеслись к тому, что он, собственно говоря, умер? То есть, понятно, что это тяжело, это ужасно, и я это прекрасно понимаю. Вот. Речь на самом деле не об этом. Речь немножечко о другом. Речь о том, как вы для себя всё утрамбовали и успокоили, когда речь идёт о смерти мужа. То есть, у вас же вот остался страх, да? И вы до сих пор боитесь, до сих пор вы... У вас довольно сильные страхи. Значит, получается, что... Смерть мужа на вас повлияла, и сами вы не исправились. Вот. Об этом и нужно будет с вами общаться. Вы боитесь, соответственно, вы боитесь того, что произойдёт с вашим ребёнком. Почему вы считаете, что с ним обязательно должно что-то произойти? Почему вы считаете, что ваш ребёнок обязательно, ну вот, там, пострадает от чего-то? То есть, понимаете, о чём идёт речь ваш страх? Нужно ваш страх желательно рационализировать. То есть, сделать так, чтобы он был более осознанным именно вам. И тогда, я думаю, вам будет гораздо легче. Но всё это не имеет смысла, если вы не будете, значит... Если вы не будете переосознавать, значит... Своё переживание относительно именно, именно вот... Вашего мужа. Если вы этого делать не будете, то всё остальное, ну, к сожалению, никакого смысла не имеет. Надеюсь, что вам я более-менее всё объяснил. Понимаю, что это не то, что вы хотите услышать, но... Если вы поймите, что страх, в котором вы живёте пять лет, так просто не убрать. Он не может уйти в ТГ за такое короткое время. Это не возможно. Значит, за страхом можно работать к подходам, значит... К подходам к страху есть много разных способов. И каждый этот способ является и чем-то хорошим, и чем-то, ну, не всегда идеальным. Вот, но факт за этим фактом, что вам это может помочь. Вам это... вам необходима эта помощь просто потому, что сами вы не ставитесь. А подростку действительно, скажем так, напрягает то, что вы о нём так вот заботитесь, то, что вы о нём чрезмерно его опекаете и так далее. Вот, действительно, это напрягает. Соответственно, значит, над фобиями нужно работать над фобиями, нужно, как бы, проводить определённую деятельность, а фобии нужно разбирать. И это процесс ни одного дня и ни одной консультации, ни одной консультации. То есть, кто бы и какие бы слова вам не сказал, нужно понимать, что процесс этот долгий, достаточно долгий. И вот так сразу от фобии вы, ну, к сожалению, не ебать. Это невозможно сделать никак. Вот. Так что, надеюсь, что вы уловили мою мысль. Я также надеюсь, что вы, вот, знаете, знаете, как, вы им выдаете эксперта на нашем ресурсе и последовательно будете прорабатывать в процессе бесед с экспертом и негативные моменты, связанные с, допустим, потерей вашего мужа. И с возросшим значением для вас, вашего сына, да, потому что гиперотека – это всегда возросшее значение для вашего сына. И так далее. То есть, вот эти все моменты с ними нужно разбираться. И это, к сожалению, не дело одного дня и ни одной консультации. Только терапия, возможно, вам поможет несколько разных терапевтических подходов. Вот. Это точно, точно будет определено в ходе беседы с вами, потому что, ну, какая-то терапия вам подойдет, какая-то нет. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. В общем, желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.